Ну, теперь еще один серьезный доклад. Леш. D7. Наше новое ядро. Мы продолжаем развивать наше новое ядро. Более того, мы перешли к этапу, когда мы на нашем новом ядре делаем новые модули. То есть мы сами проверяем, как наше новое ядро работает, как на нем проектировать и как на нем реализовывать новые механизмы. В частности, мы реализуем сейчас модуль диска на новом ядре и модуль интернет-магазина. Мы рефакторим тоже на новом ядре сразу. И я хочу рассказать о том, как мы это делаем, с какими проблемами мы столкнулись уже, как мы их решаем, какие есть другие варианты решения этих проблем. Может быть, с вами обсудить, что вы предложите. И, в общем-то, что получилось именно в рамках реализации конкретного модуля диска. Так, кратенько, что такое новое ядро? До сих пор возникают иногда вопросы, что такое новое ядро. Не до конца понимают. Это не противопоставление старому ядру. Это не что-то такое, что зачеркивает все старое. Это просто новые идеологии разработки. То есть, как бы, новый способ делать вещи более правильно, чем делалось это раньше. Это ООП, это современные технологии, это новая библиотека классов и новые возможности, как писать код быстрее и качественнее. Модуль диска, он сейчас есть. Это замена файл-серверу, который позволяет обеспечивать совместную работу с файлами сотрудникам компании. Текущий модуль диска, он внутреннее название WebDAV, давно известный модуль, имеет набор, так скажем, недостатков, из-за которых мы решили его прорефакторить. Это и недостаточная производительность, и местами достаточно странной API, и вопросы к устойчивости в работе этого модуля. Поэтому было принято решение прорефакторить модуль. Был проведен анализ, и анализ показал, что рефакторить сам модуль как таковой неэффективно. То есть, это займет гораздо больше времени, чем написать новый модуль. Поэтому было принято решение написать новый модуль, который будет называться BITREX24 диск также, но внутренне имя будет диск. И перед новым модулем поставлены были следующие цели. Это нормальная производительность, это устойчивая работа, это возможность интеграции в произвольные сущности, это возможность организации своих собственных хранилищ, если вам это нужно, которые не связаны со стандартными хранилищами, это качественные API, и, конечно, немаловажно, это работа с большими объемами данных. Как мы это делали? Архитектура модуля D7, да и вообще многих других систем, она довольно стандартная. У нас есть слой данных, это база данных типична. У нас есть слой ORM, это действие над данными, которые реализуют некий абстрактный доступ к данным. Запросы к данным, выборку, изменение данных. Над этим всем есть некая логика, которая преобразует обычные махинации с данными в что-то, что нужно уже конкретной задаче. То есть какие-то инсерты или апдейты таблиц преобразуют, допустим, в логику загрузки версии документов, если в плане мы говорим модуля диска, либо там, допустим, в ссылке для совместной работы. И, наконец, есть компоненты, которые внешний край бизнес-логики и интерфейс пользователя. Вот давайте посмотрим, как мы пытались спроектировать этот модуль и что у нас получилось. Ну, по базе данных на самом деле все просто, потому что эта тема уже изъезженная, известная и ничего нового там, наверное, открыть не удастся. Модуль переехал на свои отдельные таблицы. Как вы знаете, модуль WebDAV, который прежний диск, он работал над инфоблоками, был над стройкой. Теперь модуль переехал на свои собственные таблицы. Ну, показалось, что это будет эффективнее, потому что решение конкретное, оно всегда будет лучше, чем решение универсальное. Была создана структура данных нормализованная. Местами была проведена вынужденная динамонализация, как обычно, для обеспечения производительности в узких местах. Дерево было построено по шаблону таблицы связей. Ну, как вы знаете, есть несколько разных способов хранения деревьев в базе. А так как у нас есть файлы и папки, то у нас, по сути, есть дерево в модуле диска. И была выбрана, именно шаблон был выбран таблицей связей, потому что пришли к выводу, что он относительно устойчив к ошибкам. И при этом он достаточно быстрый. Насколько быстрый и что получилось, это будет немного дальше в плане производительности. То есть здесь все просто. Следующий слой – ОРМ. Что представляет реально из себя наш текущий ОРМ? По сути, он представляет собой крут плюс квари-обжект. Крут – это, если, так сказать, create, read, update, delete, сокращение стандартных операций над данными. То есть выборка данных, изменение данных. И плюс квари-обжект – это паттерн, который позволяет преобразовать объект в запрос к базе данных. То есть мы конструируем какие-то наборы объектов на PHP, и потом автоматически система преобразует этот запрос к базе данных, выполняет его и возвращает результат. То есть в терминах некоторых паттернов это что-то типа репозитория. То есть какой-то промежуточный слой, фасад или прокси, можно его назвать, между бизнес-логикой и данными. Плюс система событий, конечно. У нас все методы на изменение данных – update, create, delete – позволяют подвеситься на события. У каждого есть три стандартных события. И поменять поведение полностью, частично, запретить выполнение этого действия. То есть ввести какой-то элемент кастомизации и гибкости. Но правда у нас в ORM пока нет объектов как таковых. У нас есть классы, но нет объектов. Ну и естественно мы сгенерировали на основании таблиц базы данных, мы сгенерировали классы ORM. На зимней партнерке я показывал наш генератор, который в разделе производительность таблицы у нас есть, с помощью которого можно легко сгенерировать классы ORM, скопировать себе в проект, и потом немного дата-чиф напильником получить реальные классы, с которыми можно сразу работать, сразу получить возможность запрашивать данные, изменять данные практически без программирования. Напомню, мы прошли уже базу данных и ORM, и подошли к самой интересной вещи – бизнес-логике. Почему эта вещь интересная? Потому что как, если предыдущие вещи более-менее понятны, то как организовать бизнес-логику, как это правильно написать, как она должна взаимодействовать с другими частями системы, здесь было сломано немало копий, разбито немало носов, и, в общем-то, это вопрос очень спорный. Для начала давайте посмотрим, какие вообще могут быть варианты получения объектов из ORM, из нашего ORM, которые, как я напомню, объектов не порождает. Типично у нас есть два подхода. У нас есть ActiveRecord и DataMapper. Каждый из этих подходов имеет свои плюсы и минусы, хотя на самом деле они достаточно похожи, потому что из одного подхода перейти в другой подход – в общем-то, это небольшая сложность. Плюсы ActiveRecord – это то, что это максимально простой подход. Есть минусы, но они, на мой взгляд, больше гипотетические и сугубо научные, и они, как правило, не имеют большого значения в конкретных проектах, хотя почему-то из-за этих минусов этот паттерн не любят. Есть паттерн DataMapper, он как бы соблюдает все возможные, так сказать, принципы объектно-ориентированного программирования, но чуть сложнее. И особнячком, рядышком с DataMapper идет паттерн Unit of Work, который может быть применен в некоторых случаях. В случае, конечно, диска он применен особо быть не может, смысла от него большого нет, но мы пытаемся его применить в магазине. Суть его достаточно проста. Если в диске у нас как бы нужно переименовать файл, вызываем ренейм, грубо говоря, файл переименован, все, все счастливы. То в магазине все сложнее. Допустим, нам нужно пересчитать заказ. Что такое заказ? Заказ-то не просто там цифры и все. Это товары, это налоги, это скидки, это частичные отгрузки. То есть суть в чем? Мы поднимаем все это из базы, пересчитываем, какие-то объекты остаются неизменными, какие-то меняются. И потом одним махом мы передаем это в ОРМ, и ОРМ автоматически смотрит, что было изменено, и автоматически применяет эти изменения к базе данных. В общем-то, это суть вот этого паттерна. То есть, несмотря на то, что эти паттерны довольно одинаковые, ну, похожие между собой, и легко переходящие один в другой, все-таки они имеют разницу, и можно пойти одним путем, можно пойти другим путем. А вот если посмотреть немного с другой стороны, то есть несколько принципиальных подходов к построению бизнес-логики приложения. Можно пойти со стороны ориентации на данные. То есть главное – это данные в приложении. А связи, взаимодействие объектов – это как бы вещь второстепенная и необязательная к рассмотрению. Что мы получим в плюсах? Мы получим высокую скорость разработки. То есть написать такую библиотеку, в общем-то, труда никакого не представляет. Ее достаточно легко внедрить, потому что она понятная. Минусы – она несколько хуже согласуется с ООП-подходом, потому что ООП-подход все-таки предполагает работу с объектами и взаимодействиями между объектов. И она может привести, если ее постоянно не держать в ежовых рукавицах, она может привести в итоге к хаосу методов и классов в проекте. Я объясню чуть попозже, почему это происходит. А второй подход – это ориентация на бизнес-логику, где главное – это предметная область, главное – это объекты и связи между ними. А как они будут сохраняться в базу и как они будут соответствовать таблицам – это уже дело десятое, и это совершенно не относится к предмету проектирования. Это уже внутренние механизмы. Плюсы – это полностью ООП, плюсы – это мощнейшие механизмы построения приложений, изменения приложений, поддержки приложений, важные особенно при росте размера приложения, усложнение его, потому что объектно-ориентированный подход масштабировать проще. Но минус – это, естественно, гораздо сложнее в реализации. Это нужно продумывать с самого начала правильную грамотную структуру классов. Ну вот смотрите, допустим, у нас на примере диска не очень хорошо будет, непонятно, на примере магазина есть у нас заказ. Мы радостно сделали класс заказа, который соответствует таблице заказов, поднимаем его из базы, работаем с ним, все вроде у нас хорошо. Добавился CRM, там у нас есть коммерческие предложения, там у нас есть сделки. Принципиально это разные объекты, хотя на самом деле они работают по очень похожим алгоритмам, так же, как работают заказы. У них также есть товары, так же есть обсчет этих товаров, обсчет стоимости. Если мы будем делать чистую ориентацию на данных, вот у нас был объект заказа, делаем объект коммерческого предложения, делаем объект сделки, потом у них начинают образовываться одинаковые, похожие методы какие-то, похожие у них события возникают, и код начинает распухать, разрастаться. Это постоянно нужно удерживать. Это вот недостаток ориентации на данные. Если бы мы изначально ориентировались на бизнес-логику, мы могли бы изначально предусмотреть архитектуру классов, то есть базовые классы какие-то абстрактные, наследников их. Таким образом, что если бы мы предусмотрели изначально грамотную структуру, то внедрение общих методов и общих обсчетов между заказами, коммерческими предложениями, сделками, было бы процессом естественным и происходило бы в одном единственном каком-то месте. То есть подходы есть разные, и варианты есть разные, как мы могли бы пойти в решении задачи. Простейший вариант это… И кстати, у нас в компании есть общий курс компании, но каждый разработчик, у каждого есть свое видение, проблемы, у каждого есть свои мысли, и для каждого варианта есть свои сторонники и свои противники. Вот вариант номер один. Мы бы могли ориентироваться на данные и на ОРМ. То есть ОРМ была бы частью бизнес-логики, мы имеем стандартный крут, create, read, update, delete для работы в рамках бизнес-логики. То есть, вот как в примере, внизу написанном, вы пользуетесь стандартными вот этими вот крутами, которые есть в ОРМ. Folder table, storage table, get.bid, get.list, create, update, delete со стандартными параметрами. Как бы все стандартное, стандартные события происходят, крайне просто реализовать, но есть и минусы. Во-первых, идеологически мы оперируем не целями, а средствами. То есть в данном примере, внизу строчка, общий пример это попытка в папке, в данной папке достать все картинки. И если мы идем вот этим путем, то мы говорим файлы, выберитесь по данному фильтру. А могли бы сказать, папка, отдай нам картинки. То есть разница, есть нюанс, разница в подходе. Когда мы говорим, либо что мы хотим, либо мы начинаем описывать, как мы хотим. И получается, что в этом случае часть логики у нас переходит не внутрь API, а оно вылезает наружу. Часть знаний об устройстве внутренней логики этого механизма. Потом потенциально это более длинный код. То есть он распухает больше, получается, в нем информации нужно передать. Ну и все недостатки, в общем-то, ориентации на данные. В плане потенциального хаоса в проекте, если вдруг его не удерживать в жестких руках. Есть второй вариант. Ориентация на данные, но не на ОРМ. То есть ОРМ будет являться внутренним механизмом, с помощью которого будут API общаться с базой данных, то есть некий прокси там. Но он не будет торчать наружу. Он не будет торчать публичные методы, а публичные методы будут другими, не ОРМными. Какие плюсы? Потенциально код более компактный. Вот привожу пример. Ровное решение той же задачи. Он гораздо короче. Оперируем целями. То есть мы говорим, папка, дай своих детей. А мы не пытаемся там на детях строить фильтры какие-то. То есть API настроен на конкретную задачу. В принципе, это не сложнее в реализации. Естественно, есть недостатки. Недостатки – это нет единообразия в крут. То есть в этом случае вы уже не знаете, что есть стандартный get list, update, delete, а есть какое-то все-таки свое API у каждого модуля, у каждой сущности. Есть свое API, хотя можно ввести общие принципы. То есть сказать, что сеттер у нас начинается всегда с set, get, res, get, lazy load, допустим, начинается всегда с load, слово и так далее. Стандартизировать параметры, стандартизировать возвращаемые значения, что, конечно, поможет в разработке. Опять же, современные средства разработки, типа PHP, шторм, аналогов, интеллиссенсы имеют довольно мощный, поэтому, в принципе, это немного нивелируется. Хотя, если мы ориентируемся на данные, мы имеем все недостатки ориентации на данные, то же самое потенциальный хаос. Третий вариант – ориентация на бизнес-логику. ОРМ ровно тем же служит. И, кстати, пример у нас очень похожий получается с предыдущим, потому что на самом деле снаружи не всегда может быть заметно, на что ориентация идет. Тут важно внутреннее устройство. В общем-то, достоинства все те, которые есть при ориентации на бизнес-логику, ну и минусы все те же. Это сложность разработки. Может быть комплексный вариант, когда в зависимости от того, что мы делаем, мы выбираем каждый раз отдельное персональное решение. Плюсы – это то, что нужно нам, то мы используем. Минусы, конечно, будут вполне объективный минус. Это кто в лес, кто под рова. В каждом месте получается полностью своя идеология, своя парадигма. Как был построен модуль диск? Я должен упомянуть, что, конечно, это первый модуль, который целиком строится на новом ядре, поэтому во многом это модуль, который применяется для обкатки технологий. То есть опытный модуль, где мы смотрим, какими вариантами, какими путями можно пойти. И в нем немного гибридный вариант между вторым и третьим получился. Не знаю, насколько это будет хорошо, это покажет практика. То есть, смотрите, на внешнем слое работы с пользователями у нас построено что-то типа иерархии классов, соответственно, что-то типа третьего способа, когда мы ориентируемся именно на бизнес-логику. То есть у нас есть базовые классы, у нас есть взаимодействие между ними, у нас есть какие-то механизмы передачи информации между этими классами. Но с другой стороны у нас... И основой для этих базовых классов служит не база данных, а так называемые классы UREM, мы их называем в компании таблетами или таблетками, потому что они оканчиваются на table, суффикс. И они, вот эти вот классы модуля диска, они основаны на таблетах, они получают от них данные и передают им данные для сохранения. И причем маппинг данных происходит автоматически. Из-за этого это не чистый подход на основе логики, а он такой компромиссный. Какая-то смесь ActiveRecord'а с реальным подходом полностью объектно-ориентированным. Но кажется, что в данной задаче этот подход оптимальный, потому что с одной стороны мы обеспечиваем себе надежные тылы, то есть мы обеспечиваем себе довольно удобные механизмы развития модуля, мы всегда можем использовать механизмы наследования, мы можем использовать всю мощь ОП. С другой стороны, мы не влечем накладных расходов дополнительных по организации связи с базой данных, потому что у нас идет прямой маппинг свойств и методов с внешних классов публичных в классы, соответственно, ОРМ. Недостаток этого подхода один, который я вижу реальный, это то, что API модуля, все-таки публичная API модуля, оно уникальное, оно свое собственное. И при применении каких-то API вызовов этого модуля это API просто нужно знать, в отличие, допустим, от подхода, когда у нас прямой доступ к ОРМ, крут, и вы API знаете заранее. Нельзя не упомянуть о таком важном моменте, как безопасность модуля диска, хотя можно и не упоминать, потому что к проектированию напрямую он не имеет отношения, хотя стандартный механизм применен, то есть нам необходимы были наследуемые права, которые можно отменять на любом уровне иерархии в модуле диска в папках и файлах. Естественно, что была применена идеология, что проверка права должна быть вне API, потому что если мы примеряем права внутри API, мы загоняем себя в угол, когда мы не можем вызвать какие-то методы от другого пользователя, то есть нам нужно вводить понятие имперсонализации или еще кто-то усложнять, какие-то эффективные пользователи делать, что может иметь негативные последствия в плане безопасности. Единственная проблема – это проблема с выборкой, выборки с проверкой прав. Но мы применили интересный паттерн «Контекст безопасности», такой провайдер прав, который порождает SQL-экспрешн, вставляемый в методы выборки данных, и автоматически получается, что вся выборка идет только тех данных, которые вам доступны. Леша, у нас уже не так много времени. Последние три слайда. То есть бизнес-логика, она неоднозначна, есть разные подходы к реализации этой бизнес-логики, есть разные видения. В модуле диска было применено один подход, в модуле магазина мы рассматриваем другие варианты. И интересный момент, насколько корректно иметь разные варианты в рамках одного продукта, хоть и в разных модулей. Это тоже интересный вопрос к, так сказать, размышлению. Компоненты. Да, были еще перепроектированы компоненты. С учетом того, что у нас компоненты являются классами, можно применять наследование. Соответственно, были введены базовые компоненты. И мы попытались еще более стандартизировать вопрос написания компонентов и упростить его для того, чтобы не было длинных соплей кода, а чтобы можно было как-то кусочками реализовывать. Применить паттерн-шаблонный метод. Каждый запуск компонента – это, по сути, выполнение какого-то действия. Это или покажет чего-то на экран, допустим, файла, либо изменение заголовка файла, либо это загрузка файла. То есть каждый раз какое-то действие. И поэтому мы реализовали в базовом компоненте паттерн-шаблонный метод, который реализует стандартную логику выполнения. Это выяснение, какое действие, подготовка параметров и запуск этого действия. И поэтому в реальных компонентах, когда мы их пишем, нам нужно просто реализовать конкретные шаги, в каком случае что нужно выполнять. Получается, что гораздо проще реализовать компоненты, потому что у них есть строгая стандартная логика. Что мы получили в итоге? Это последний слайд. Скорость получения снапшота, то есть снимка файловой системы, у нас возросла практически на порядок по сравнению с прежним модулем. Это хороший задел на будущее. Мы сейчас успешно синхронизируем дистрибутив битрикс с демоданными. Это получается порядка полусотни тысяч файлов и папок, если все демоданные взять. Это самый экстремальный сценарий, вы понимаете? Мы успешно его синхронизируем сейчас. На веб-даве это, скорее всего, вам не удастся сделать. Мы получили возможность интеграции модуля в другие сущности. То есть информация этого модуля может быть вытянута в другие сущности с учетом прав этих сущностей. Мы получили возможность организации произвольных хранилищ с произвольными правами доступа. То есть если ваш модуль хочет иметь собственное хранилище файлов документов, он может легко его организовать и пользоваться инфраструктурой этого модуля диска нового. Ну и наконец мы получили новую удобную API. То есть работа проделана не зря. Работа проделана на новом ядре D7. То есть мы получили все преимущества этого нового ядра. Стандартизация, возможности, API. Раз меня торопят. Леша рассказал, как они сделали сначала Dropbox, потом его реконструировали, сделали реинженеринг. Вот примерно об этом речь. И сколько вопросов еще осталось для реализации? Два-три вопроса. Вопрос первый. У тебя получилось в каком-то, видимо, namespace tables, столько классов таблиц, сколько у тебя SQL таблиц? Ну вот, с почерком tables. Да, в URM у нас есть прямое соответствие между таблицами диски в базе данных и классами table. Но оно не обязательно взаимно однозначно. На самом деле классов table у нас больше на один. Потому что у нас файлы и папки хранятся в одной сущности, но класса для них два. Так удобнее работать. Потом ты запретил программистам работать напрямую с классами с почерком tables и сказал, что все работают с классами, которые отнаследовались от абстрактных. Работают уже на уровне бизнес-логики. Да, в данном модуле была применена идеология, что классы table, они как бы доступны. То есть мы не можем их закрыть. Они реально доступны. Просто мы не рекомендуем их использовать, потому что есть бизнес-логика, которая над ними. Максим, один вопрос в руки. Это вы решили административно и контролирует ведущий разработчик модуля. У нас в данном случае, да, это контролирует разработчик модуля. Пожалуйста, вопрос еще. Да, вопрос такой. Вы вот когда размышляли по поводу объединения, то есть обобщения всего API-интерфейса, почему не рассмотрели, ну, может быть, рассмотрели, почему отказались, может быть, от внедрения того же декоратора? Почему пришли именно к шаблонному методу, чем декоратор не устанавливает? Или, может быть, в какой-то варианте вы его применяете, да? Ну, шаблонный метод, я о нем упоминал, по-моему, только в компонентах, да? Мы говорим о компонентах. Ну, нет, в данном случае вы говорите про модуль. Это просто алгоритм построения логики выполнения компонента, то есть определяется общий шаблон выполнения, а дальше конкретные шаги переопределяются. Ну, то есть у вас шаблонный метод не определяет стандартизацию? Это применено сейчас только исключительно в модуле этого диска, то есть это не является стандартным, через который нельзя пройти. То есть такого API объединенного, да, где бы определялся? Модуль диска – это как бы первая, так сказать, ласточка, или ворона, как ее назвать, на которой мы обкатываем возможности. Многое из того, что на нем было обкатано, попадет в ядро, в мейн, и будет доступно для использования всем остальным модулям, которые будут развиваться в новом ядре. Ну, а в будущем все-таки планируется именно стандартизация через… По компонентам. Да, под такие паттерны, как декоратор. Вообще, лично мое мнение, что нам нужен набор базовых компонентов в зависимости от их применябельности. То есть есть компоненты, которые организуют список, для него один базовый класс, для детальки другой базовый класс. То есть набор неких базовых классов, неких подходов для разработки компонентов, в которых вы будете выбирать тот, который вам для данной задачи, для конкретной, сейчас лучше. Просто наследуете, что-то доопределяете, и у вас автоматически начинает работать. Мне кажется, этот подход будет наиболее перспективным. Леша, спасибо большое. Давайте поблагодарим. Спасибо.